Прошу прощения за посторонние звуки. У меня открыто окошко и уже вечер, и все равно посторонние звуки продолжаются. Что я вам хотела сказать о такого самого-самого интересного касаемо бьюти-блендеров. Нужен ли он, необходим ли он, что он дает действительно, и можно ли его использовать на потоке. И лично мое мнение, что его ни в коем случае нельзя использовать на потоке. Что делает бьюти-блендер? Он с удовольствием в огромных количествах ест ваши тональные средства. То есть, если у вас нормальная кожа, и если у вас средней покрываемости средства тональные, вам достаточно такой небольшой капельки для того, чтобы затонировать лицо. Если вы попытаетесь сделать это бьюти-блендером, даже намочив его, даже там, сделав все по инструкции, как положено, вам понадобится тонального в несколько раз больше. Что я думаю по этому поводу? Сейчас я покажу вам подробнее. Вот бьюти-блендеры в сухом варианте. То есть, они с трудом сминаются и сжимаются. Вот этот сжимается очень трудно. Белый, который, говорят, возможно, даже здесь, потому что вот желтый цвет включен, он смотрится не таким белым. Вообще, он как бы белый, он самый мягкий из них. И вот это чудовище из Литуаля. Похоже на желудь. Да, скорее всего, это не яйцо, а желудь. Это вот такой, видимо, какой-то креативный момент. Сейчас намочим, посмотрим, что будет. Вот я их намочила. Видно, что они стали значительно больше. Намного больше. Значит, что это мне напоминает, если это вам интересно? Мне это напоминает материал, из которого сделаны резиновые швабры. Потому что я счастливый обладатель Далматина, а единственный вариант борьбы с шерстью Далматина, потому что у Далматина один из небольших недостатков, это то, что он постоянно линяет, круглогодично. И вот убирать дом эффективно с помощью резиновой швабры. То есть она действует по такому же принципу. Когда она засыхает, она скукоживается, и она становится даже такой деревянненькой. А когда мы ее намочили, она становится такой вот объемной, большой, удобной для уборки, впитывает там в себя грязь, шерсть собирает и все такое. Его придумали американцы. И я так думаю, что именно в Голливуде, на киностудиях, его удобно использовать, потому что там очень жарко, влажно и очень большой плюс на улице. И получается, что вы, если вы гример, в таких условиях актера приходится перегримировать очень много и часто. И для них случай с бьюти-блендером, это очень удачно и удобно, потому что вы снимаете мейк и по новой, там блендером быстро тонируете и так далее, и так далее, и так далее, понеслось. Он сокращает существенно время, если вы перегримировываете актера, либо модель, либо, ну в общем, там, где вы снимаете, где жарко, где нужно перекрасить очень быстро и некогда ждать вот эти ваши изыски, разрисовывание там в миллиметрах всего этого. Но если вы русская девушка, если вы краситесь один раз в день, говорят, ой, да, он закрыл мои поры, да, он закрыл ваши поры, потому что он дал вашей коже влагу, которая вот этими порами кричит, хочу увлажнения, именно потому что он мокрый, он и прикрывает поры, то есть кожа получила то, что она хотела, и она успокоилась, то есть порочка закрылась, вот тебе порция влаги, и все хорошо, но это не значит, что он лечит вашу кожу, он просто дает ей увлажнение, которое необходимо в данный момент. С блендерами, я думаю, мы разобрались, и вопросов у вас больше никаких его чудодейственных свойствах не будет. Он в огромных количествах жрет ваши тональные средства. Прошлым летом, наслушавшись известного блогера, вот, Леночка, большой тебе привет, если ты смотришь мой канал, так вот, я накупила, значит, этих блендеров во всех цветах и красках, и все, и я была счастлива, не отдавая себе совершенно в этом отчета, почему, за счет чего мои поры прикрываются, как это все происходит. Так вот, и тут до меня постепенно дошло, что нет никаких чудес, нет никакого волшебного покрытия, именно, которое диктует реклама этого средства. Есть по большей части вымысел и миф. Есть люди, которые верят в мифологию, есть люди, которые стремятся докопаться за сути. Вот и все, мы просто очень разные. То есть, если вы боготворите бьюти-блендер, если он висит у вас на стене размером метр на метр, если вы работаете в этой компании или пытаетесь продать их за несколько тысяч рублей таким же доверчивым любителям мифов, нет ничего в этом плохого. Вообще без проблем, каждый живет как может. Все замечательно, просто девочки, новички, не надо пытаться найти чудо там, где его нет. Вот. Смысл моего такого небольшого послания относительно бьюти-блендеров. Речь шла о развенчании мифов. Вот, она продолжается. Если вам это интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы будем дружить и общаться. Это Ольга Швец. Субтитры сделал DimaTorzok